Зимние праздники не за горами. В квартирах омичей уже елки и гирлянды, а ночное небо вскоре раскрасят брызгами фейерверков. Правда, это немного настораживает. Ежегодно именно в праздничные дни статистика пожаров неуклонно растет, в том числе из-за неумелого обращения с пиротехникой. Сегодня мы расскажем, как не превратить праздник в трагедию. Одна из основных причин возгорания некачественная пиротехника. В лучшем случае контрафакт подпортит впечатление от вечера. В худшем положат начало трагичным событиям. Специалисты МЧС каждый год проводят профилактические рейды по местам торговли фейерверками, проверяют лицензии, сертификаты и качество продукции. Когда покупатель у вас приобретает продукцию, необходимо ему разъяснять правила пользования этим изделием. Соответственно, ознакомить с инструкцией применения, которая указана на упаковке, в том числе дополнительную информацию довести. Отличить сертифицированный товар можно по двум признакам. Целостность упаковки и наличие читаемой инструкции на русском языке. Еще одна вещь, на которую стоит обращать внимание – место запуска. Залп фейерверков посреди оживленного спального района легко может стать причиной пожара. Для того, чтобы безопасно и правильно запустить пиротехнику, необходимо выбрать правильную площадку. Вот требование. Расстояние от ближайших зданий не менее 50 метров. Столько же от ближайших линий электропередач. Также при установке пиротехники обращаем внимание на угол запуска. Плотно фиксируем фейерверк в снегу. Иначе при отклонении изменится траектория полета. Фейерверк может улететь куда угодно. Последний шаг – зажигаем фитиль и отходим на безопасное расстояние. Оптимальный вариант – 50 шагов. А теперь уже с безопасной позиции наслаждаемся ярким зрелищем.